Доброго времени суток! Программа Всевсад, меня зовут Анна. Возвращаемся к теплице, где присутствует кладоспориоз. Напоминаю, кладоспориоз – это бурая пятнистость, оливковая пятнистость. Вы делали для этого что? Помните, мы обработали фарма-йода, вынесли в грунт калийные удобрения. Это был наш первый шаг. Второй шаг – идут уже живые бактерии. С кладоспориозом борются живые бактерии. Обработки будут проходить не единожды, много раз. Хозяйка не дождалась нас и высадила уже томаты. Соответственно, несколько препаратов у нас уже уйдет из этого списка. Пойдут только биологические. Что мы можем сделать? Мы возьмем... Это у нас идет защита от болезней. Один колпачок. А вот этот вот препарат, он идет. И как улучшитель почвы, плюс он не даст вот этому препарату далеко уйти в грунт. Он останется поверхностно. Мы делаем 1 столовая ложка на 10 литров воды. Ну, это примерно на глаз вот так вот. Все, этого будет достаточно. Вода должна быть комнатной температуры. Вода не ледяная. Все это перемешивается. По идее, оно должно маленько постоять, но время у нас ограниченное. Все это перемешиваем и проливаем. Проливаем наши помидоры. Желательно это все делать с утра. Помидоры поливаются до обеда. И проливаешь вот так вот всю теплицу. Но это еще не все. На этом не останавливаемся. Помидоры были высажены недавно, поэтому мы дадим им силы набраться, чтобы они маленько подросли, их подвяжут еще. И после этого мы обработаем препаратом, который называется топоджин. 5 грамм разводится на 5 литров воды, и непосредственно это будет опрыскивание. Но это будет примерно через неделю. И они его только высажены, поэтому сейчас пока их трогать не будем. Плюс мы провалили живыми бактериями, а опрыскивание у нас произойдет примерно через неделю. Он помогает и от бурой пятнистости, и от фитофторы, если такая проблема есть, и вообще для профилактики. Перепады температуры, сейчас днем тепло, ночью холодно, он и поможет защитить наши томаты. А теми двумя средствами пролили и достаточно? Эта процедура повторяется один раз в три недели. Раз в три недели проливаться будет вот так вот. Защита от болезней и, соответственно, эмпатека. Эмпатека, она будет улучшать почву, плюс она будет перерабатывать еще какие-то там корешочки, которые гнилосные, там еще что-нибудь. И плюс она не даст уйти этому препарату далеко, она останется вот именно на поверхности. То есть бактерии кладоспориоза живут на поверхности? Они все вверху, вот они летают здесь. Они также с насекомыми переносятся, плюс вот пена. Ты же все равно ее до конца, как говорится, не пробрызгал, все равно где-то осталась вот эта вот зараза. До конца июля обязательно все это обрабатывать. Прямо обрабатывать и обрабатывать и обрабатывать. Потому что он приходит с конец июля, начало августа. Ты сразу увидишь, у тебя начинаются пятна, потом начинается увядание, усыхание. Сам плод не страдает, а страдает растение, которое могло бы родить еще больше помидор, но оно погибает. И дальше помидор просто не образует. Вот в чем проблема кладоспориоза. А вы проверяли, все эти средства действительно работают? Конечно, конечно. Мы у Раисы Петровны вылечили кладоспориоз. Мы 4 года боролись, искали препараты вот эти вот все. И что действительно помогло? Вот, мы нашли вот эту золотую жилку. И оно реально работает. Поэтому я же не с потолка это все придумала. Это практика. Да, самое главное. Напоминаю, что где присутствует кладоспориоз, чтобы никакой бочки не было вообще от слова совсем с водой. Влажность там не нужна. Нам нужен сухой воздух. Это однозначно. И плюс замульчировать реально сантиметров 5. Это может быть солома там, скошенная трава подсушенная. Сейчас грибные блоки вот продаются. Замульчируйте все. Когда ты полил помидоры, вода, влага остается там, а воздух сухой. И, соответственно, у тебя никакого конденсата нету. Бочки в теплице не должно быть с водой вообще от слова совсем. Значит, в любой теплице, где стоит бочка с водой, развивается бурая пятнистость. Нет, не всегда, нет. Это же проблема, которую, ну, занесли там чем-нибудь. И опять же, вернемся к насекомым. Несоблюдение техники безопасности. Тут же пошел, что-то порезал, тут же этим секатором или там ножницами притащил веревочки, которую подвязываешь. Не постирал. Не пожалейте. Купите каждый год новую веревочку. Больше толку будет. Меньше проблем. Потому что лечение очень дорого. И курить в теплице нельзя, помидоры не любят, когда курят. На этой замечательной нотке мы с вами прощаемся. С вами была Анна. Всем пока-пока. Программа «Все в сад».